Открытый диалог с Александром Непомнящим Возвращаемся к беседе с Александром Непомнящим. Телефон в студии 847-400-5200. И если вы не возражаете, Александр, давайте примем звонок. Давай. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, Александр, это просто потрясающе, как Израиль и Америка как бы близнецы-братья. Все то, что происходит у вас с Натаньяго и с этими левыми, то и происходит у нас с Трампом и с этими левыми. И, конечно, пропорционально, естественно, и среди консерваторов есть не белые, не пушистые, но пропорция совершенно ужасающая. Но вопрос у меня такой. Значит, во-первых, я бы хотела узнать, какие результаты пола зевут партии в связи с тем, что я тоже, так сказать, член Интернешнл-левут. И какие вообще опросы пола не сегодняшнего дня, а в принципе, какая статистика. То есть арабы и христиане голосуют ли за израильские партии, то есть за еврейские партии, за Ликут в частности, и в какой пропорции. И мусульмане, арабы, голосует ли хоть кто-нибудь за Ликут и за вообще консервативные партии? Спасибо большое. Ну, во-первых, по поводу арабов. И да, есть арабы, христиане и мусульмане, которые голосуют за еврейские, за сионистские партии, в том числе за Ликут. Более того, в Ликуте даже есть парень молодой, он очень активен в Фейсбуке, он мусульманин и гей. Понятно, что в своем обществе он отторжен. И в той деревне, в которой он вырос, если он появится, то возможно, что он живым оттуда не выйдет. Он живет в Тель-Авиве, он учится в Тель-Авивском университете. И мальчик молодой, энергичный, очень сообразительный. И он уже много, достаточно долго ездит в рамках программы такой вот пропагандистской программы израильской, приезжает в разные страны, и в том числе в США, выступает в студенческих кампусах, разъясняя, что на самом деле из себя представляет Израиль. И когда ему кричат про апартеид в Израиле, он говорит, а вы знаете вообще, что я араб-мусульманин, я приехал к вам защищать еврейское государство наше, Израиль, потому что ситуация совершенно не такая, как вы себе ее представляете. Понятно, что арабов, мусульман и христиан, голосующих за еврейские партии, за сиранистские, за общие партии, как бы израильские, не так много. Они есть, но, видимо, все-таки значительная часть арабов проголосует за партии арабские. Их сейчас идет два списка. Раньше, так сказать, в какой-то момент они объединились все в одну. Сейчас есть два. Одна такая, как бы, один список, там коммунисты и националисты. Ну, националисты, это фактически филиал ООП, Организация Совершней Палестины. Вторая группа, это большие исламисты. Вот. Честно говоря, в арабском обществе израильском вообще голосует как бы кланово, то есть голосуют за представителя своего клана. И даже если представить себе такую абстрактную ситуацию, что представители клана будут в какой-нибудь радикальной правой партии, они все равно за него проголосуют. То есть там это вопрос не столько идеологический, сколько вопрос, вот, мы за своего голосуем, неважно, где он там и в чем он, потому что потом он будет лоббировать наши интересы в парламенте, добывать для нас какие-то бюджеты и так далее. Это вот такой подход, очень, как бы, далекий от идеологии. Что касается общих опросов и тенденций, у правого блока, то есть в целом у правых возраста, в Израиле сейчас с вопросом есть преимущество, достаточно стабильное, то есть порядка от 66 до 68 голосов из 120, у левых, соответственно, как бы меньшинство. И это, конечно, хороший признак. Последние недели, вот, как бы, после того, как была запущена ракета по Израилю, и Натанияу очень разумно, с одной стороны, как бы, недостаточно жестко, то есть не передавливая и не провоцируя войну, и все так понимают, что он действует очень аккуратно, очень продуманно, он идет между каплями, то, что называется. То есть не война, которая, предвыборная война, которая, казалось бы, в чем бы обвинили левые и мгновенно правые, что вот вы перед выборами затеяли войну, что победоносную. С одной стороны, не война, с другой стороны, достаточно жесткое сдерживание Хамаса и отбивание наших позиций, то есть уничтяжение инфраструктуры Хамаса, это выбивание у него зубов и тех инструментов, с помощью которых он вредит Израилу. Так вот, эта политика, она, безусловно, сыграла свою роль, и в итоге, так сказать, мы видим некоторое, так сказать, колебание колеблющихся в сторону правого блока. Значит, но, опять же, все очень шатко, поскольку есть, как мы уже говорили в прошлом, есть целый ряд небольших партий справа, который на грани прохода. Если они не пройдут, если они не наберут минимум в четыре мандата, то они выходят, вываливаются, как бы не проходят электоральный барьер, и идет пересчет, и там, как бы, вот этот перевес правок может легко превратиться, наоборот, в проигрыш, потому что просто не доберет голосов правый лагерь. Теперь, что касается партии Зеут, партии Фейблина, это партия, которая в начале еще, вот, при выборной кампании, я говорил, что мало шансов, что они в этот раз пройдут, и мы, как бы, не видим, пока в этой ситуации, что они проходят, но теперь они уже точно, совершенно очевидно, проходят электоральный барьер и набирают по разным опросам от четырех до семи мандатов, что, в общем, очень неплохо. Многие говорят о том, что, возможно, Зеут будет такой вот, как бы, сюрпризом этих выборов. Бывает, случается в израильской политике, что вот есть какая-то партия, которая была маленькой-маленькой, и вдруг на выборах получают много голосов, потому что вот колеблющиеся голоса, которые не знают, как определиться, они вдруг решают поддержать ее. И вот, мол, на этих выборах вполне может быть, что именно Зеут окажется такой партией, тем более, что, в общем, ее вообще не было. Еще недавно многие не верили, что она вообще пройдет к электоральной барьере, тем не менее, они сумели. У них очень хорошо поставлена, организована пропагандистская работа. И более того, действительно, это удивительный феномен. Маше Фейбин – человек абсолютно правый взгляд, причем не скрывающий этого. Он говорит о необходимости восстановления храма храма на храмовой горе, и он говорит о необходимости распространения суверенитета на Иудею, Самарию и газу. Ну, как бы прагматично, то есть не сейчас пойдем и все завоюем, выстроим так позицию, политику нашу, чтобы добиться этого. Но в то же время он очень ясно и однозначно заявляет о свободе личности, о правах человека, о свободе выбора, о необходимости того, чтобы люди сами определяли, в каких школах будут учиться их дети, на что они хотят отдавать налоги. Ну, такая вот очень либертарианская, то, что называется, позиция. И внезапно очень много молодых израильтян, которые до сих пор видели себя в крайне левом фланге, голосой за партию Мерец. Они вдруг сказали, нам вот очень нравится, как Феглин, какой он у себя, то есть вот нам очень нравится его позиция по поводу свободы личности и того, что государство, люди должны сами определять, не государство им будет навязывать что-то, а мы люди, и мы и будем говорить государству, что делать, потому что государство, это как бы, мы его нанимаем, этих чиновников, чтобы они помогали нам как-то вот координировать что-то, но они не наши хозяева. Нам эта позиция либертарианская, она нам ужасно нравится. И с другой стороны, мы не такие оголтело левые, потому что мы же видим, к чему эта левая политика ведет. Поэтому для нас, вот как бы, вот есть старые партии, которые нам уже обрыдли, все эти люди, и они все время слышат по радио Натаниэл плохой, 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 и они как бы с этим посмирились, но тут появляется, как бы левые всегда работали как, обвиняют Натаниэл в том, что он плохой, и представляют какого-нибудь Ганса, типа голосуйте за него. А тут вдруг, как бы, из-под локтя Ганса вылез Фейглин и оказался гораздо более привлекательным для молодых и умных людей, которым нравится вот эта вот позиция, не левая, и в то же время очень либеральная. И поэтому Заут действительно может оказаться неожиданностью на этих выборах. Проблема тут в чем? Проблема в том, что если Заут получит очень много, ну там, допустим, семь мандатов, и будет совершенно понятно, что Натаниэл не сможет сформировать правительство без них, без Заута. Вопрос, как поведет себя Муша Фейглин. Будет ли он достаточно прагматичен, чтобы сказать, окей, мы готовы немножко, как бы, отказаться от требований, чтобы все наши требования, программы наши были выполнены, и войти в правительство с каким-то компромиссом. Или он будет, как сегодня он себя позиционирует, как мы его знаем в последние годы, бескомпромиссным идеологическим человеком, который говорит, вот либо все, либо ничего. Либо Натаниэл берет нашу программу и начинает это выполнять, либо мы его не поддержим. В такой ситуации Натаниэл видит, что права из права блока ему не хватит без Фейглина, а Фейглин, так сказать, заламывает невозможное. То есть Натаниэл прагматик, и он понимает, что не все, что хочет Фейглин сейчас, можно исполнить. В такой ситуации есть опасность, что Натаниэл скажет, окей, значит, у меня не будет права провести, значит, я пойду и возьму куски от партии Ганса к себе и создам коалицию с ним. И это, конечно, для правого лагеря будет очень плохо. Но здесь это уже такие спекуляции, о которых мы сможем говорить уже после выборов. Потому что как поведет себя Фейглин, если ему сейчас хватило прагматизма и как бы вот такого здравого смысла, чтобы так ловко и грамотно вести свою политическую кампанию, может быть, ему хватит прагматизма и здравого смысла, чтобы и после выборов продолжить вот эту вот позицию прагматичную, не требовать все и сразу сказать, вот есть принципиальные вещи, на которые Натаняевна может пойти и войти к нему в правительство. Посмотрим. Вот это вот очень большое интересное, это большой вопрос, получится или нет, мы увидим уже после 9 апреля. Спасибо. 847-400-5200, телефон нашей студии, пытался человек дозвониться, вот, по-моему, еще одна попытка. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Александр, как называлась эта компания, которая взяла деньги и исчезла вместе с деньгами? Не совсем так, она не исчезла вместе с деньгами, компания называлась Пятое измерение, эта компания взяла деньги на пилотный проект, а потом она обанкротилась. То есть... Окей, но я к чему, я извиняюсь, что я перебиваю, к чему я это говорю, у нас это называлось силиндра, если что, вам Сергей объяснит. Но у меня есть вопрос, это так просто для смеха. Скажите, пожалуйста, что там точно произошло, когда наш министр обороны, генерал Матис, уходил в отставку, он запретил продажу F-16 израилем. Можете вы сказать что-нибудь, какие-то подробности, если это стоит того? Спасибо. Я не очень понял, о чем вы говорите, но была история, когда Израиль предложил старые F-16, как бы оборудованные уже израильской внутренней начинкой, электронной, которые выходят у нас из употребления, потому что мы приходим на более продвинутые самолеты. Так вот, Израиль собирался их продать Хорватии. И в какой-то момент Америка сказала нет, мы не хотим, потому что там есть такие же секреты, которые мы вот с Израилем готовы поделиться, а с кем-то еще не готовы. И Израиль как бы не смог продать, потому что, в общем, хотелось очень, но если американцы говорят, что мы не готовы, чтобы наши секреты кому-то ушли, то что же ты поделаешь? Вот. Спасибо, Александр. В этом имею в виду. Так вот, не было сделки этой все, ничем она не закончилась. Спасибо. Давайте попробуем принять еще звонок. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а как обстоят дела вот сейчас Израиль, Китай, Соединенные Штаты, Израиль, Китай и так далее? То есть, в связи с тем, что Трамп совершенно прав, что самое главное это безопасность и национальные интересы и все прочее. и то, что в Израиле, в общем-то, продают технологии Китаю и Китай пытается вплоть до того, что он хотел в свое время контролировать порт, это, конечно, нечто. Поэтому я бы хотела узнать, как сейчас обстоят дела, потому что мне не совсем вообще-то нравится то, что делает Биби, Нитани Яхов. Спасибо. Окей. Значит, мы как раз об этом говорили в прошлый раз. Действительно, когда Помпео приезжал в Израиль, то на фоне всех очень важных и дружественных шагов Помпео вместе с Нитани Ялов подошел к стене плача, то есть зафиксировал признание американцами того, что эта часть Иерусалима израильская. И Помпео как бы дал вместе с Нитани Ялов пресс-конференцию, когда Трамп написал в Твиттере, что он признает голландский суверенитет на Израиле голландскими сотами. Помимо всего этого был момент очень действительно непростой. А именно что-то китайцы используют, во-первых, эти компании могут использовать для шпионажа, для сбора информации, не обязательно военной, иногда и коммерческой. А во-вторых, потому что китайцы очень любят так вот надавать какому-то государству кучу денег, а когда приходит время отдавать, значит, попытаться взять это уже какой-то информацией, какими-то услугами и так далее. И мы бы не хотели, чтобы с Израилем такая штука случилась. И тут я должен заметить, что абсолютно в унисон с Помпео говорят израильские службы безопасности, которые говорят, да, у нас есть много компаний хай-тека, и они все ужасно ищут инвесторов, и китайцы ужасно любят давать деньги под израильские проекты. Все это замечательно и классно, но нас немножко напрягает вот то, что китайцы так активно пытаются влезать в нашу экономику, в наш хай-тек, поскольку, в общем, мы понимаем, что китайцы это китайцы, и от них можно сдать любых неожиданностей. И вот здесь начинается, на мой взгляд, самый интересный. То есть я абсолютно согласен с опасениями Помпео, который, кстати, сказал, что если все прозрачно, то есть если инвесторы китайские какую-то фирму приобретают или вкладывают деньги, все это на поверхности, все прозрачно, у нас с этим проблем нет. Мы люди бизнеса, мы деловые люди. Проблемы, если, так сказать, за кулисами есть еще какая-то вот такая вот игра двойная. Так вот, и Шабак, в принципе, наша служба безопасности говорит о том же самом. Так вот, представим себе на минуту, что вместо Натаньяо оказывается какой-нибудь ГАНС во главе страны. И этому ГАНСу нужно с Трампом теперь разговаривать и с одной стороны защитить интересы Израиля, который заинтересован в инвестициях. С другой стороны, защитить интересы Израиля в том смысле, чтобы Израиль не стал местом, через которое уходят секреты израильские или американские. И объяснить это все американцам. И показать им, что их интересы при этом не пострадают. На самом деле не пострадают. Американцы говорят, если дело пойдет так, вот как оно идет сейчас, мы просто начнем закрывать, экранировать наши секреты от Израиля, чтобы они не попали к китайцам. То есть Израиль на самом деле потеряет гораздо больше, потому что мы не сможем расположить какие-то объекты военные на территории Израиля свои, говорят американцы. И корабли наши не смогут заходить в ваши порты. И наши технологии не смогут поступать сюда. То есть это вам не нужно в гораздо большей степени, чем нам это как бы не выглядит. Вот. И я абсолютно с этим согласен. Так вот, разрулить такую непростую ситуацию может только человек уровня Натаньяова. И потому что Трамп ему доверяет. Он понимает, что Натаньяу это не тот человек, который попытается его обмануть в таких вещах. И потому что Натаньяу действительно умеет договариваться, он находит те моменты, те точки, которые выгодны его собеседнику. Он подчеркивает их и говорит, ребят, давай сделаем вот так, потому что тебе тоже выгодно. Для этого нужно быть Натаньяу. Ганс, который заикается в своих интервью и у которого, так сказать, судя по всему, от перенапряжения, снова, он военный, военный профессионал. Но политика это совершенно другая ипостась. И в этой политике он очевидно совершенно не выдерживает политического давления, то, в котором Натаньяу, так сказать, варится уже 10 лет, как минимум. Так вот, Ганс уже на вторую неделю, он стал нести какую-то просто странную чепуху. Он, например, заявил, что Натаньяу пытается подослать к нему киллеров, чтобы убить его. Так вот, такой человек в разговоре с Пампео или с Трампом, конечно, все угробит. То есть он либо скажет какую-то глупость, и Трамп перестанет ему верить совсем, или он обрежет сразу все инвестиции, все закончится на этом. Одним словом, действительно, именно для таких тонких моментов Израилю важно, чтобы во главе стоял человек, который понимает, что он делает, знает, что он делает и которому верит. Потому что Натаньяу это человек, которому доверяют. Ганс, увы, человек, который пока что доказал только то, что он был главой компании, которая разорилась, и при этом инвестором там был некий путинский человек. Вот так. И еще один звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Александр. У меня несколько вопросов много. Вообще, очень интересная передача. Спасибо Александру, спасибо вам всем. У меня один короткий вопрос. Вот в Израиле живет армянская община. Как она туда попала, разными путями. Но в последнее время они приезжали напрямую из Армении. Из Армении. Как известно, в Армении никогда не было, евреи никогда там не жили. Ну, были какие-то отдельные люди, но общины там никогда не было. И вот, я давно это уже узнал, что армяне голосуют только исключительно за арабские партии. и как это все сочетается, можно понять. А кроме того, на постсоветском пространстве сегодня армяне это вторые после русских антисемитов. Причем это, ну, тут даже доказывать нечего. Вот, то, что там в Армении живет 90 с лишним процентов армян, это их личное дело. Вот, но первый вопрос, что они косят под евреев, под евреев, это мне очень не нравится. И второе, вот, что вы знаете о том, как они голосуют и вообще как они относятся к государству Израиль, живя и находясь внутри этой страны. Вот такой вопрос. Спасибо. Окей, значит, вкратце так. Во-первых, надо разделить сразу же евреев, которые приехали из Армении и стали израильтянами и армян, которые живут на территории Израиля еще с тех времен, когда вот Израиль только возник, в основном в Иерусалиме. Значит, есть армянская армянская община, то есть это армяне, именно армяне, а не евреи. Живут они в основном в Иерусалиме, также в Хайфе. В Иерусалиме, так сказать, отдельный квартал в старом городе. И, в общем-то, на самом деле, ведь что произошло? Когда Иерусалим на 20 лет, на 19 лет, между 48-м годом и 67-м годом оказался под властью иорданцев, то, когда иорданцы его захватили, там преимущественно население было еврейское, но евреи бежали и были выгнаны из захваченной части Иерусалима иорданцами. Остались христиане, было немножко мусульман и было много христиан. Христиане были самых разных конфессий. Иорданцы очень жестко проводили такую вот как бы арабизацию всех христиан. То есть школы на арабском языке, вся культура на арабском языке запрещены, так сказать, запрещено использование в той или иной мере, так сказать, санкционировалось использование других языков. В итоге, когда Израиль через 19 лет вернулся туда, то оказалось, что, в общем, многие христиане просто бежали, а те, которые остались, они как бы арабизировались. И возникло большое количество как бы арабов, которые на самом деле не арабы. Они говорят по-арабски, но это, в общем, не арабы. Вот к таким арабизированным группам относятся армяне тоже, которые говорят на арабском. Те, которые живут в старом городе, они действительно в большей степени солидаризируются с арабами, по крайней мере, на поверху. Возможно, что это такая политика, что если вдруг Израиль их отдаст в арабское государство, чтобы они потом их не зарезали, потому что у израильтян-то демократия, можешь говорить все, что хочешь, а если ты скажешь что-то хорошее про евреев, а потом Израиль отступит и отдаст эту часть Иерусалима арабам, то арабы тебя зарежут. Логика очень простая. Поэтому я бы сказал, что это не столько даже какой-то природный антисемитизм армянский, сколько попытка этой маленькой общины защитить себя и спасти от возможных будущих погромов. Может быть, в тот момент, когда они поймут, что их никогда никаким арабам не отдадут, и Иерусалим никогда не разделят, то они станут вести себя иначе. Теперь, что касается людей, приезжающих по закону о возвращении в Израиль из Армении, то они приезжают как евреи. Далеко не все из них действительно являются евреями, потому что мы же знаем, что закон о возвращении очень такой, как сито дырявый. И человек может вдруг вспомнить на каком-нибудь там достаточно продвинутом году жизни, что у него дедушка был еврей, и приехать в Израиль по закону о возвращении, привезти с собой совершенно нееврейскую свою семью. Все эти люди получают гражданство, но евреями от этого они внутри себя не становятся, и наоборот, даже, так сказать, как бы смотрят так на евреев с некоторым, с некоторой, так сказать, но говорить, быть антисемитом в Израиле глупо, поэтому обычно свой, так сказать, антисемитизм, если он был, они переводят на религиозных евреев. Типа, вот мы относимся только к религиозным евреям очень плохо. И это действительно существует такая проблема, но она существует не только с теми, кто приехал из Армении. Теперь, что касается антисемитизма армян, я слышал, что да, среди армян достаточно распространен антисемитизм, он также, например, распространен и среди греков, и это, возможно, такая вот, знаете, маленькие народы конкурируют, маленькие древние народы конкурируют друг с другом, кто из них, так сказать, самый-самый. еврей, как бельмок в глазу. Но, в общем, в повседневной жизни встречался я с армянами, встречался я с греками. Разные люди, разные характеры, разные отношения. Делать какие-то обобщения глобальные было бы совершенно неправильно по поводу их отношения к евреям или вообще отношения к Израилю. Спасибо. Александр, к сожалению, времени больше не остается, потому, наверное, в следующей программе, во время следующей нашей встречи мы поговорим о том, как Обама вредил Израилю в организации объединенных наций в последние дни своего президентства. Новая информация в Нью-Йорк Таймс была опубликована, и это, конечно, очень интересно, когда все тайно остается явным. Вот в следующий раз давайте не забудем об этом поговорим. Спасибо огромное. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова